Добрый день Будем сегодня сказать про вирус шаленства И пашнем со статистики Выпадки шаленства с початку этого года Ци уже были отзначены по Гродненским регионам Так, саправдую, в этом году в городе зафиксован один выпадок шаленства Это была подтвержденная, захворевшая шаленством леса Она была отложена на улице Реймонта в областном центре И сейчас ведутся мероприемства, которые накированы на обеспечение эпизиотологического и эпизиологического Эпизиологического добробыта нашего населения и наших жильев Что было в минулом году? Может анализ минулых годов в общем? Ци так часто, ци так рано может быть сустракаться шаленства? И для паравнания может проведем некие лечбы Треба зазначить, что шаленства нема не каких конкретных осень, зима И оно заусёды раптовно з'является, потому что оно заусёды находится у дикой природзе И часами трапляет в город Калибрать статистику, то в 2019 году в городе Гродно зафиксованы только три выпадки шаленства Калибрать с паравнанием с 2017, там было аж семь выпадков Канешне, мы усе свои силы накировываем на то, как спынить распаусюджывание гэтого смеротного вируса в нашем городе И кали мы кажем про гэтый выпадок, я правильно подшула, что гэта была дикая леса? Так, это была дикая леса, але удосконалить, откуда она пришла у нас в город, гэта вельми складанно Потому что разные тропы есть, часами мы бачили лес, которые на березе нашего немана ходят И часами трапляют на подворки наших же хоров Але тут я намагла з'явиться из того же немана, из суседних лесов, которые прилегают до нашего города Кали можно подрабязнень про гэтый выпадок, в улице Рэймонта, и какие были ее контактованни, на кого она может напала? Напала она на одну собаку, якая зараз находится под наглядом наших ветеринарных специалистов Что датычатся людей, то люди не контактовали с ней Але так само были проведены мероприемства, которые были накированы на то, как бы забеспечить, перш за все, доспеку наших грамадзян Миновита санитарная служба провела по квартирный обход Там, где были забытаны все эти люди, которые могли контактовать Особливо жахары гэтой улицы Рэймонта и близ лежачих хат и домов Пасля выкрытия гэтого выпадку пошелись специальные мероприемства Что я наймаю за задачи и какие меты, и какие может зараз в улице охоплены? Потому что мы пошли только в улице Рэймонта, але у городе обвешанный карантин Кали брать доскональность, то мы можем поведомить, что карантин зараз находится только на этой улице, где была знайдена эта леса А остальные улицы, особенно те, которые примыкаются до этой улицы Рэймонта, они находятся в буферной альбо погрожающей зоне И карантинные мероприемства минавито накированы на этой локальной участке Потому что это минавито очаг, в котором работают ветеринарные и специалисты А потом уже усе мероприемства накировываются на остатние участки города Але основная задача – это спынить распаусюджывание этого вируса Основная мера у гэтым – это профилактика Кали будзе добра дзенечать профилактическое мероприемство, яке уже загадзе повинны были сделать грамадзян, яке мают своих живел То гэты шаги, яке накировываются на то, как забеспечить распаусюджывание гэта вируса, будуть вельми выдатными Мы уже узгадали, что комплекс мер уже прадуглеживая пытанье, максимум их грамадзян, яке контактовали, максимум их контактовали с шаленой лесой Прошлись все специалисты по адресах А таксамы за всюду мы кажем, что в гэтым комплексе прадуглежена иммунизация хатних годаванцев И любых живел, яке может находиться на подворку Таксамы у гэты карантын, у гэты меры, таксамы было пропанавано жэсам супрацовніства с ветеринарными урочами, как пришапись своих хатних годаванцев Накольки гэты заклик меу плен от ветеринарных урочов и накольки активными были грамадзян Ну, треба еще разозначить тое, что кали мы отримовываем информацию о том, что эта живелина была хворая на гэты семеротный вирус Неадкладно выезжает на ту территорию специалисты, яке у той же день проводят вакцинацию тех живел, яке могли быть у контакте То есть это непосредственно в гэты день и на протяжении 2-3-4 дней они за всюду находятся непосредственно в гэты мачагу А потом уже, как вы сказали, совместно с жильево-комунальной господаркой Мы организуем выездную сессию по вакцинации и так само находимся у жильево-комунальной службе Там, где уже те люди, яке трохи, может, не с того очага, а в околице могут прийти и прищепить свою живелину Если она не была прищеплена и ему не звана супричаленства Конечно, отклики от наших грамадзян розные Одные на два рот стараются, чем худшей прийти и пришпилиться Навод, калі уже вёлены есть вакцинация супричаленства Иншые часами махают с рукой и говорят, что это не актуально, неважно Тады мы уже завертаемся с больш конкретной информацией на том, что это вельми небезпечная хвороба И так само об тем, что, калі прищепку не робить, можно отрымать администрационную отказность У памеры, як минимум, двух базовых величин И это тройки стимулюет наших грамадзян и все-таки они робят обовязковые прищепки Что может стать подтверждением, что выдается господару на руки, якое может быть посвечене, об тем, что зроблена прищепка? Наперчь можно сказать, что каждый грамадзян, который имеет свою властность собаку или ката Он должен вернуться в жилевую коммунальную господарку, чтобы его зарегистрировать И уже по факту регистрации ему выдается специальное посвечене У, яким мы робим адметку об тем, что зроблена пришла вакцинацию К ветеринарный паспорт, який выдается мінавито уже у ветеринарной установе Пад час чапывания зробленной И уже у гэтым паспорте мы можем зробить адметку Это два официальные документы, які могут быть у собаки, ката альбо іншей зробленной На руках у господара, и вы выше узгадали, что некоторые вельми дбайные господары приходят на прищепку, даже когда такая уже есть Подскажите, калі ласка, да, цепараду Калі пришепка робятся, на які перет часу робятся, и калі усе ж таки можно робить пауторна У большасті выпадка гэта раз на рок павінна быць зроблена гэта прищепка Наприклад, калі берем сьогодні красавік, прищепка зроблена другого красавіка, і храмадзянин пришел другого красавіка, гэта будзе вельми супер З 2021 года уже? 2021 года Калі ж жывеліна была прищеплена усаковіку, гэта он уже спазнився Пратарміновав Пратарміновав, і уже у адповеднасті атопезатичного становища ветеринарный врач може параець зробіць ревакцинацію Калі, наприклад, гэта беларускай вакцина Тому треба ще звернуць увагу на тое, што вакцина, яке мы выкарастовываем, буваець як замешнага вытворцы, так і нашага беларускага І беларускай вытвораць навад спершай сваёй вакцинація патрабуя робіць пауторную вакцинацію А ўжо замежна, яны ўжо платна, і часамі гэта вельми зручна для нашых грамадзян робіць раз на рок Але, калі робіцца мінавітаў термін, альбо трохі загадзе, там за тыдзенем ўдва, то раз на рок робіцца і больш не паутораецца Ну і калі мы кажым пра імунізацію, абавязкова, супрасьчаленства Узгадаем гэта інформація для тых, то утрымлівае ў кватары ці на падворку некіх асобінаў Што трэба ведаць, што трэба выконываць? На сёняшній момент ў нашай республіцы яшчадзе не ўчынуюць правіла, які затверджаны ў 2001 годзе І зараз ведуцца вельми масівная дэбаты аб тым, кабы іх змяніць І ўжо нават ў Міністерці жалёво-коммунальна гаспадаркі маецца праекты, які разрабатываўся не адзін год І зараз розныя арганізаціі, асабліва які аховаюць, абараняюць жыцьо нашых братов Змагазыць за правы Так, яны ўносяць вельми шмат карэктивов, так сама ветеринарная служба шматчаго прапановая Але зараз всё-таки мы керуімся тымі правиламі, што ёсць І трэба нагадаць, што, па перша, жаўоліна павінна быць з боку гляджаня ветеринарной службы прыщеплена раз на год Абяваскова паказывацца да свайго ветеринарнага урача Так сама ў кватэрах не больш як два сабаки альбо два каты Выводзіць трэба ў ашэйнікі, ў наморнікі на паватке Гуляць мінавіта на адвідзіных спецайных тарыторіях, ані па агульнодаступных місцах І так сама абаваскова гэта, калі жаўоліна зробіць сваі фізіологічныя справы То пробіраць Прабіраць, так А калі гэта прыватна падворак, які тут правила дзенічаюць? Рані дзенічалі вельмі такое добре правило, што калі жаўоліна знаходіцца на прыватнай тарыторі Асабліва сабак, то павінна быць таблічка тым, яка патараджуе тым, што увага на тарыторію охраня Вельмі злый альбо не злый сабака Зараз жа гэта гэта нема, але гэта мы так сама рекомендуем нашым грамадзянам І асновна, яшча раз повторуся, гэта абаваскова, што гадовая прышчапка супрэчаленства У падшатку ефіру мы з вами узгадалі, што шаленства немае выбару на конт пары года, на конт сізона Ізну жа, калі вы кажеце пра некі агульны меркавані, десь прапаанова прабраць з вуліць ўсіх бадяжна жывё Калі мы кажам пра шаленства, ці гэта мера будзе садзенецшась таму, што шаленства можна будзе ліквідаваць, паўнастю ліквідаваць с терраторі гарацких? Канешна, бадяжныя безнадзорныя жывёляны, які знаходзіцца ў горадзі, яны не павінны ў вогалі існуваць Гэта вялікая праблема не толькі для нашого горада, лі для ўсё Беларусі і для ўсёго світу Аднака ж, можна сказаць, што нікатарая країны высветліли і вельмі добра зрабілі саі законодавства па тое, каб гэтае жывёляны не з'являліся Таму, любая жывёляна, яка знаходзіцца на уліце без васпадара, яна патанціальна несе ў сябе некія рызыкі, шаленства гэта як прыклад Таму, бадяжная жывёляна не павінна быць на уліцах Калі мы вырышым гэту праблему, канешні, гэта трогі паміншыць і палепшыць эпизэтычну сутацію ў нашым регіоні Можна сказаць, што адло бадяжных жывёлін гэта адна з мэты, ке на керавана ў піраэт карантына, каб забеспечыць добробыт нашого горада Таму, калі мы берем статыстыку, то мінавіта ў горадзе, так называемое грацкое шаленства, гэта прыкладна 63% Аснуўна гэта ўсё дікія, але грацкое, яно ж прыходзіць дікава Таму, не будзе гэтага ланцужка перадачы, напрыклад, та ж сабака, якая была сафіксавана на пачатку 2019 года ў нашым горадзе Яна ж мінавіта заразілася ад лісы, якая прышла, не было бы лісы, не было бы собак, не было бы такого галанцужка, яке звязыл бы, напрыклад, то шаленства з лесу до чалавека Гэта смяротная хвороба, лікарств і ляпчання ад яго нема, паэтаму ўсё аддаецца профілактикі Профілактика перзоўсё датычыцца таго, каб ўсё жывёляны, хатне, гэта сабаки-каты, былі прышчэпліны супрычаленства Па другое, это кабы грамадзяні нашы, які маюць сабак-катаў, завсёды заховалі правила утрывані гэтых жывёл Па трэця, гэта астерагацца на вуліцах і ў іншых месцах бадзяжных жывёл і дікіх жывёл Па чатвёртае, гэта завсёды, калі узнікаюць якісь ці пытані по стане здоров'я вашых хатніх гадаванцов Не займацца самалячыням, а завсёды звертацца та спецаалістов Тому што, як мы ведам, шаленства бывае ў буйной формі альбо ў тихай формі І ўсі ведаюць, што калі ў сабаки пачынаюць ця чысліна, якія, яна становіцца вельмі агрысывна Гэта шаленства, а калі яна просто забіваюцца в угол, гэта не Не, на сам рэч ў апошнія часы на дворобі шаленства стала вельмі змазаным І таму нават спецаалісту часамі вельмі складана высветліць, чы гэта шаленства, чы гэта не Тому ў нас існує нават на заганадавчым узровні 10-дзённый карантын У тых випадках, калі жывёлі, надо носіць пакуса, альбо падрапая, каго я меншава І мінавіта 10-дзён, пазваляя ўдакладніць потым, чы з'являлася жывотнае хворым, чы не Бо 100% даягна ставіцца толькі пасмаротна Ну што ж, будзім завершаць ефір сёні Вам вялікі дзякуй за цікавы гутарку А з нашымі телеглідачам я развітываюся До сусрышого ефіры Дякую за перегляд!